Урок 2. Простейший тактический прием двойной удар. Двойной удар пешкой. Пешка, как и любая другая фигура, может напасть на две фигуры противника. Обратимся к следующей позиции. Здесь белые ходом на d5 осуществляют одновременное нападение пешки на коня и ладью черных. Перейдем к следующей позиции. Здесь белая пешка c еще не ходила. Поэтому белые играют c4 в шах с двойным ударом на короля и коня черных. Черные отходят королем из-под шаха. Король на c5. Белые ходом cd забирают черного коня, получая решающее преимущество. Перейдем к следующей позиции. Здесь ход черных. Найдите такой ход черной пешки, при котором она нападает на две белые фигуры. Правильно. Ход черных d7 на d6 с одновременным нападением на слона и ладью белых. Белые уводят из-под удара ладью. Ладья идет на поле e7. Чёрные забирают белого слона dc в шах, получая решающее преимущество. Ф3 с одновременным нападением на короля. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Найдите такой ход белой пешки, при котором она нападает сразу на две черные фигуры. Правильно. Ф3. Шах с одновременным нападением на короля и коня черных. Чёрные уводят короля из-под шаха. Король f4. После этого белые забирают чёрного коня, fg, получая решающее преимущество. Теперь переходим к рассмотрению другого простейшего тактического приёма, двойного удара слоном. Слон ходит по диагоналям. Поэтому для того, чтобы слон нанёс двойной удар, необходимо, чтобы фигуры противника находились на одной диагонали цвета слона. В нашем примере король и ладья белых находятся на диагонали действия чёрного слона. Чёрные играют слон на а5, шах, нанося двойной удар на короля и ладью белых. После отхода белого короля из-под шаха, король идёт на поле d3. Чёрные забирают беззащитную белую ладью. Слон бьёт e1, получая решающее преимущество. Переходим к следующей позиции. В этом примере ход белых. Обратим внимание, что фигуры белых находятся на диагоналях действия белого слона. Белые играют слон бьёт e4, шах, с одновременным нападением на короля и коня чёрных. Чёрные отходят королём из-под шаха, король идёт на поле g7. После этого белые забирают беззащитного чёрного коня. Слон бьёт d5, получая решающее преимущество. Переходим к следующему примеру. Здесь ход белых. Найдите двойной удар слоном. Правильно. Слон бьёт d5 с двойным ударом на ладьи чёрных. Чёрные своим ходом играют король на f7. После этого белый слон забирает беззащитную чёрную ладью. Слон бьёт a8, получая решающее преимущество. Переходим к следующей позиции. Здесь ход чёрных. Найдите двойной удар слоном. Слон c5 с двойным ударом на короля и ферзя белых. Белые убудят короля из-под шаха. Король идёт на e2. После этого чёрные забирают слоном беззащитного белого ферзя. Слон бьёт g1, получая решающее преимущество. Теперь рассмотрим двойной удар ладьёй. В позиции на диаграмме ход чёрных. Для того, чтобы нанести двойной удар ладьёй, нужно, чтобы фигуры противника находились на одной вертикали или горизонтали. Чёрные играют. Ладья идёт на поле f2. Шах с двойным нападением на короля и слона белых. Белый уводит короля из-под шаха. Король идёт на поле c3. После этого чёрная ладья забирает белого слона. Ладья бьёт g2, получая решающее преимущество. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Обратим внимание, что оба коня чёрных находятся на одной горизонтали. Белые играют. Ладья идёт на e7, нанося двойной удар на коней чёрных. Чёрные уводят одного коня из-под боя. Конь идёт на поле d6. После этого белые забирают оставшегося чёрного коня. Ладья бьёт c7, получая решающее преимущество. Переходим к следующей диаграмме. Здесь ход белых. Найдите двойной удар ладьёй. Правильно. Ладья бьёт c7, шах, с одновременным нападением на короля и слона чёрных. После того, как чёрные уведут короля из-под шаха, король идёт на d6, белая ладья заберёт беззащитного чёрного слона. Ладья бьёт a7, получая решающее преимущество. Переходим к следующей позиции. Здесь ход чёрных. Добейтесь ничьей с помощью двойного удара ладьёй. Правильно. Ладья на d2, шах с двойным ударом на короля и ферзя белых. Белые вынуждены отдать ферзя за ладью. Ферзь бьёт d2. Шах. После этого чёрные достигают ничьей. Король бьёт d2. Теперь рассмотрим двойной удар конём. В позиции на диаграмме ход белых. Белые играют. Конь c4, шах, с одновременным нападением на короля и слона чёрных. После того, как чёрные отводят короля из-под шаха, король идёт на c5, белый конь забирает чёрного слона. Конь бьёт c3, получая решающее преимущество. Переходим к следующему примеру. В позиции на диаграмме ход чёрных. С помощью двойного удара конём чёрные выигрывают качество. Чёрные играют. Конь на d3, с одновременным нападением на ладьи белых. Белые уводят одну из ладей из-под удара. Ладья f2, f1. После этого чёрные забирают ладью c1. Конь бьёт c1, шах. Ладья бьёт c1. В результате комбинации чёрные выиграли качество. Переходим к следующей позиции. Здесь ход чёрных. Добейтесь ничьей с помощью двойного удара конём. Правильно, конь на b4, шах с двойным ударом на короля и ферзя белых. После того, как белые уводят короля из-под шаха, король идёт на c4, чёрные забирают конём беззащитного белого ферзя. Конь бьёт c6, добиваясь ничьей. Переходим к следующей диаграмме. Здесь ход белых. Выиграйте с помощью двойного удара конём. Правильно, конь на d5, шах с двойным ударом на короля и слона чёрных. После того, как чёрный уводит короля из-под шаха, король на d6, белые забирают беззащитного чёрного слона. Конь бьёт f4. Решающее преимущество. Теперь рассмотрим двойной удар ферзём. В позиции на диаграмме ход белых. Ферзь – фигура дальнобойная и сочетает в себе силу ладьи и слона. То есть ходят по вертикалям, горизонталям и диагоналям. Поэтому для нанесения двойного удара у него много возможностей. Здесь белые играют ферзь на e6, шах, с двойным ударом на короля и ладью чёрных. Чёрные уводят короля из-под шаха, король на b7. После этого белые забирают беззащитную чёрную ладью. Ферзь бьёт g8, получая решающее преимущество. Переходим к следующей позиции. Здесь ход чёрных. Ферзь может нанести двойной удар несколькими способами. С поля g2 и с поля f5. Допустим, чёрные играют ферзь на f5, шах, с двойным нападением на короля и слона белых. Белые убирают короля из-под шаха, король на d2. После этого чёрный ферзь забирает беззащитного белого слона. Ферзь бьёт f2, получая решающее преимущество. Вернёмся назад к исходной позиции. Чёрные могут нанести двойной удар, сходив ферзём на поле g2. Ферзь g2 с двойным ударом на слонов белых. Белые уводят одного из слонов из-под удара, например, слон на d3. Тогда чёрные забирают оставшегося слона. Ферзь бьёт f2, шах, получая решающее преимущество. Переходим к следующей позиции. Здесь вход белых. Выиграйте с помощью двойного удара ферзём. Правильно, ферзь e3, шах, с двойным нападением на короля и ладью чёрных. Чёрные уходят королём из-под шаха, король на b4. После этого белые забирают беззащитную чёрную ладью. Ферзь бьёт h6, получая решающее преимущество. Переходим к следующей диаграмме. Здесь вход чёрных. Выиграйте с помощью двойного удара ферзём. Правильно, ферзь g2, шах, с двойным ударом на короля и ферзя белых. Белые уводят короля из-под шаха, король идёт на поле d3. После этого чёрные забирают беззащитного белого ферзя, получая решающее преимущество. Теперь рассмотрим двойной удар королём. В этой позиции ход белых. Они достигают ничьей с помощью двойного удара королём. Король на d6. С одновременным нападением на слона и коня чёрных. Чёрные уводят одну из фигур из-под удара. Конь на f5. Шах. Белый король забирает слона. Король бьёт d7. И достигают ничьей. Переходим к следующему примеру. В этой позиции ход чёрных. Чёрные играют король на e4 с одновременным нападением на коня и пешку белых. Белые убирают коня из-под удара. Конь идёт на поле d2. Шах. После чего чёрные забирают беззащитную белую пешку, добиваясь ничьей. Переходим к следующей диаграмме. Здесь ход белых. Нанесите двойной удар королём. Правильно. Король идёт на поле d3 с двойным нападением на коня и пешку чёрных. Чёрные ходят. Конь на f4. Шах. Белые забирают беззащитную пешку. Король бьёт d4. Достигая ничьей. Переходим к следующей позиции. Здесь ход чёрных. Добейтесь ничьей с помощью двойного удара королём. Правильно. Король идёт на поле g3 с двойным нападением на слона и коня белых. Белые уводят одну из фигур из-под удара. Слон идёт на поле d5. После этого чёрные забирают беззащитного белого коня. Король бьёт f2. Достигая ничьей. На этом рассмотрение двойного удара закончено. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. Продолжение следует... ... ...